Только что, в первом видео, мы видели, как вы управляете мотоциклом. В Африке это преступление? Нет, нет. Вам даже будет приятно услышать то, что я сейчас скажу. По моему скромному мнению, существует связь между мотоциклами и реформаторами. Че Гевара тоже путешествовал на мотоцикле по Латинской Америке. Есть даже фильм, который называется «Дневники мотоциклиста». Это путешествие изменило его понимание состояния человека. И что самое интересное, состояние здоровья простых людей. Чему вас научили ваши поездки на мотоцикле? И как это повлияло на вас? На своем мотоцикле я исколесил всю Индию. Должен признаться, что я не умею управлять мотоциклом. Я путешествовал без заранее продуманного маршрута. Я просто ехал. Потому что в то время для меня... Это очень трудно объяснить. Я постараюсь выразить это как можно проще. По мере того, как я вглядывался в мир вокруг, самым ярким аспектом мироздания для меня была его геометрия. Лишь намного позже я узнал, что йога — это очень изящная геометрия, позволяющая снастроить вашу систему с более масштабной геометрией космоса. Это понимание пришло ко мне позже. Но с самого детства, если я смотрел на дерево, прежде всего, я видел миллионы геометрических форм. Вот что заворажило меня. Даже прежде, чем я замечал цвет или другой аспект с точки зрения эстетической красоты, если я посмотрю на человека, просто на то, как он сидит или стоит, я могу с лёгкостью сказать, какие у них будут проблемы в ближайшие 10 лет, как они будут жить, что будет с их телом и умом, просто посмотрев на геометрию их системы. Вся Вселенная — это просто совершенство геометрии. Например, Солнечная система, в которой мы существуем. Мы существуем только потому, что планета движется, соблюдая определённую геометрию. Предположим, Земля решит отправиться на пикник, а затем вернуться назад. Она не вернётся. Вселенная продолжает функционировать лишь потому, что всё время соблюдается точность геометрии. Точно так же наши тела функционируют благодаря определённой геометрии тела. Неправильная геометрия означает, что совершенство геометрии означает, что машина проработает долго. Геометрия индийской местности просто захватывала меня. Я просто смотрел на горный рельеф, на какой-нибудь камень или изгиб. у меня в голове сотни и сотни часов видео, которые я могу воспроизвести даже сегодня, потому что я очень внимательно относился к тому, чтобы оставаться необразованным. Чем шокировал своего высокообразованного отца? С первого дня вашего рождения каждый пытался научить вас тому, что не сработало в их жизни. из-за того, что я ничего не держал в своей голове, даже сегодня, чтобы моя голова выглядела более умной, я ношу вот это, потому что большую часть времени там просто пустота. Так что я просто схватывал визуальные образы, геометрию ландшафта, как расположена скала, как лежит маленький камешек, как сидит кузнечик. Даже сегодня это воспроизводится у меня в голове. Люди спрашивают, «Садгуру, как вы проводите время?» «Вы не читаете книг, вы ничего не делаете. Чем же вы занимаетесь?» Если я включу свое видео тех дней, что я провел на мотоцикле, оно может просто воспроизводиться бесконечно. Бывало, что вы не поверите. Это стало таким... Это очень сложно передать словами. Мотоцикл, я и земля становились единым целым до такой степени, что иногда я проезжал по три дня и три ночи без сна. И практически без еды, потому что все мои деньги уходили в бензобак. Этот бак был пуст, но это не имело значения. Я хотел, чтобы этот бак был полным, и я лишь хотел выжить из него несколько дополнительных километров. Итак, я объехал всю Индию. Это наблюдение за геометрией ландшафта имеет для меня настолько большое значение, люди могут подумать, что здесь такого, чему можно обучиться, созерцая окрестности, географии, геологии. Нет, я ничему не научился. Я просто впитывал в себя землю определенным образом. И, конечно же, люди. Я никогда не останавливался в гостиницах. У меня была маленькая палатка на тот случай, если приходилось ночевать в лесу. Обычно же я просто заезжал в какую-нибудь деревню, заходил в случайный дом и говорил, «Мне нужен душ, и я голоден». Мне никогда не отказывали. Меня всегда приветствовали. Я принимал душ, ел как следует. Иногда мне позволяли переночевать там. Часто я даже не спрашивал, как зовут хозяев. Они не спрашивали, как зовут меня. Я просто продолжал свой путь на следующее утро. Это была невероятная связь с людьми. Мне не нужно было знать их, чтобы сделать их частью своей жизни. Мне не нужно было владеть землей, чтобы сделать ее моей. Мне не нужно было владеть чем-то, чтобы сделать это моим. Думаю, что это самый большой урок, который я усвоил, путешествуя на мотоцикле. Что мне не нужно обладать чем-то, чтобы считать это своим. Я уже сделал всех вас моими. Вы можете не давать мне разрешения, мне все равно. Я сделал вас своими, вот и все. И из-за этого моя жизнь постоянно насыщена и феноменально богата. Потому что я не видел ни одного человека, у которого не было бы очень глубокой связи со мной. Я вовлекаю их, независимо от того, вовлекаются они сами или нет. Это хорошая отправная точка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ